здравствуйте меня зовут александр лунев это старая водонапорная башня в томске и пристроенный к ней сарайчик наверное пришло время провести очередную внеочередную экскурсию я занимаюсь этим объектом перепиливая старую 120 с лишним летнюю башню под свое жилье уже почти ровно 6 лет я был уверен что за это время про башню узнали абсолютно все я всех уже успел задолбать с этим рассказом но тут в екатеринбурге когда я был на форуме хранителей башен и подземелий оказалось что еще не все про это знают и там же екатеринбурге я написал пост на пикабу и эффект был конечно очень неожиданный то есть во первых 2000 подписчиков на пикабу во вторых на лепре меня очень сильно ругали материли за то что я полез на пикабу ну и в третьих на пикабу все время повторялись одни и те же вопросы про башню про то как там внутри все выглядит про то как я собираюсь все сделать но я подумал что ради этих 2000 людей которые на меня подписались на этом сайте ради тех 800 подписчиков которых я вообще не понимаю которые подписаны на меня на ютюбе можно наверное рассказать о том как у меня сейчас идут дела в томске сейчас минус 30 градусов поэтому я хочу поскорее зайти в тепло так секунду мне надо справиться с замком итак это первый этаж башни здесь за последние наверное 23 года не менялась вообще ничего здесь будущем вот в этом месте будет окно но здесь должно быть по проекту это бывший вход старый угольный сарай сейчас это переход то место где у нас работает котел обеспечивающий башню теплом ну и вот это основной вход его очень конечно предстоит сделать красивым здесь сейчас примерно по моему минус 8 градусов кирпичную часть я даже не пытаюсь протапливать сюда нужно такая тепловая мощность что я в очередной раз разорюсь вот кстати здесь находится еще пятиметровый подвал вы не чувствуете запаха много тянет канализации и я по этой причине сейчас не буду вам показывать этот подвал следующем году когда я сделаю свои подземные тоннели и починю городскую канализацию я надеюсь я смогу вам показать как выглядит мой подвал потому что сейчас он затоплен с точными водами это второй этаж здесь темнее нас по одной дежурной лампочки на этаже шкаф оператора сотовой связи он раньше стоял на улице за башней во первых он не очень гармонизировал со внешним видом башни во вторых он дает постоянно два киловатта мощности ну то есть он потребляет два киловатта мощности и у меня есть сильное подозрение что он в основном их превращается в тепло но какую-то часть конечно в радиоизлучение через те антенны которые висят у меня на крыше но два киловатта тепла это два киловатта тепла для тех кто еще не слышал эту эпическую историю я вот сейчас стою на перекрытие из бетона по стальным балкам это все было сделано буквально в первый год как я начал заниматься башней на второй год здесь появилась вот эта лесенка изгнутых стальных листов закрепленных на стене ну и собственно некоторое время башня была полностью пустой с первого до шестого этажа даже немного ниже чем первый этаж потому что ее пол почти на метр ниже грунта это мы сейчас на третьем этаже вот здесь на стене видны карманы это когда-то были бревна на которых был расположен этаж единственный такой серьезный деревянный этаж на нем стояла печь специально обученный человек топил всю зиму печь чтобы в огромном чугунном баке на верхушке башни не замерзала вода это четвертый этаж у меня здесь не доделан пол остался можно увидеть третий этаж на просвете это потом надо будет до бетонировать здесь буквально вчера появилась вот эта перегородка из осб мы пытаемся экономить тепло потому что вот даже на четвертом этаже видите температура ниже 0 а там на пятом этаже на котором сейчас сосредоточены все мои усилия и усилия паши который мне помогает здесь сейчас было вообще плюс 15 последние дни связи с морозами упала до 11 мы сегодня вот разогнали котел коллектор теплого пола и отрегулировал посмотрим позволит ли это поднять температуру на самом деле здесь кое-где плохо утеплено вокруг оконных рам в углах кое-где поддувает и даже вот через эти трещины в бревнах в некоторых местах ощутимо тянет холодным воздухом не знаю как это возможно учитывая что башня снаружи утеплена каменной ваты 10 сантиметров вот это конечно главный предмет моей любви в этом году это коллектор теплого пола и здесь на полу залито 5 сантиметров стяжки поверх лежит плитка не знаю видно ли вам и вот такая плитка здесь у нас остался один открытый участок и это основной нагревательный элемент в данный момент там циркулирует теплоноситель но вот до сегодняшнего дня он был выставлен на 20 градусов сегодня конечно поднял повыше потому что стало что-то совсем не комфортно холодным самый распространенный вопрос который мне задавали на пикабу покажи как внутри все устроено внутри все на самом деле пока не устроено никак я надеялся там в комментах по отвечать выкладывал рендеры пятого шестого этажей но как выяснилось там вся система комментариев она сделана с ненавистью к людям то есть если какой-то пост много комментируют то никакой нормальной возможности следить за полемикой участвовать в этой полемике как-то не существует потому что комментарии подгружаются порциями то что я там отвечал всего день спустя людям задававшим свои вопросы мне кажется не читал уже вообще никто сейчас я забираюсь на шестой этаж здесь вот сбоку видна его структура стоит 8 опорных столбов стальных на них сделан по периметру вот такой пояс из 20 швеллера на этом швеллере лежит 25 двутавр поверх этого 25 двутавра регулируемые лаги поверх лаг черновой пол и поверх чернового пола уже чистовой деревянный пол из лиственницы это первый в моей жизни деревянный пол который я делаю не без косяков так скажем но на самом деле пока сложно судить о качестве этого пола будет понятно тогда когда его удастся полностью зашлифовать и привести в рабочее состояние вот здесь зимой видно даже немного реку замерзшую а вот там ой плохо как снимает отвратительно очень грязные окна там видно элемент декора который совсем недавно я повесил был еще до наступления морозов чудесная моя растекловка с окон поотваливалась как выяснилось жидкие гвозди на морозе нифига не держат и следующем году я буду восстанавливать растекловку вот кстати находим и собираем эти дощечки я буду восстанавливать растекловку наверное уже с помощью какого-нибудь либо эпоксидного либо полиуретанового клея когда мы доделаем пол сейчас объясню что здесь еще с полом осталось сделать паша продолжить шлифовать потолок вот вот это все будет потолок моей спальни я не буду никак прятать эти бревна эти доски и даже красить их ну то есть они будут в белый оттенок покрашены но не глубокий белый чтобы сохранить структуру дерева здесь пока нет нормальной лестнице я выложу чертежи покажу как это все будет выглядеть ну и вообще я теперь не повторю ошибки я напишу еще один пост на пикаву в котором будут все картинки вот это видео ответы на вопросы ответы на многочисленные шутки по мотивам черновика лукьяненко если бы вы знали как меня задолбали эти шутки господи шесть лет шесть лет одно и то же впрочем лукьяненко сам виноват он сам мне написал тогда в жж что я у него украл мечту и видимо это такая месть литературная месть с его стороны да по поводу пола пол шестого этажа сейчас заканчивается вот ровно по прямой линии но у нас есть вот этот пояс по периметру который надо как-то закрывать я решил что в принципе у меня и площади и высота позволяют закрыть его в единый уровень с потолком пятого этажа и полом шестого этажа с этой целью вот я буквально вчера экспериментировал с фанеркой и ее креплением нарезал резьбу метчиком и крепил фанеру непосредственно к стальной балке за утеплителем там вот по стене идет опорная доска внутри фанерки тоже будет такая структура с опорой на балку вот на эту стальную внизу и еще одна доска это позволит просто продолжить в том же рисунке укладывать доску лиственницы по периметру и там образуется пояс который будет не 20 а 65 сантиметров в высоту и не думаю что вам очень интересно все эти конкретные цифры которые рассказываю поэтому наверное мне стоит уже прекратить этот рассказ я не поведу вас сегодня на чердак потому что там очень холодно и забираться туда сейчас пока что очень неудобно но если все-таки какие-то вопросы есть давайте либо в комментариях на ютюбе задавайте или вот в посте на пикабу надеюсь что на лепре меня не сольют в ноль за то что я такой мерзавец и изменяю суверенному лепрозорию его гражданам его латышам просто всем сочувствующим есть еще один вопрос который мне часто задавали даже не вопрос как бы это сказать указание такое руководящее давай пили больше видосов пили больше постов и собирай донаты друзья мои в 2013 2015 годах я несколько раз обращался к помощи людей больше всего мне конечно же помог сайт лепрозорию мру я там написал какой-то один комментарий на пикабу который жутко всех разозлил на лепре но в любом случае это никак не отменяет и не умаляет огромного значения той помощи которую мне оказывали как мои знакомые и друзья и даже родственники так и абсолютно незнакомые мне люди в интернете мне очень помогли и без этой помощи но может быть я бы выжил но может быть у меня не было бы башни а может быть бы сейчас здесь было бы холодно не было бы вот этих чудесных окон перед которыми я стою а у подножья башни по-прежнему была бы огромная бесформенная яма на которую у меня не было бы денег и сейчас у меня есть осторожная уверенность что наверное этой зимой я смогу довести хотя бы 5 6 этажей до состояния когда в них можно жить и наверное я смогу сделать это уже своими силами поэтому огромное огромное спасибо тем кто хочет мне помочь в том числе и материально но наверное лучше найти какую-то другую цель для применения ваших высоких чувств и высоких побуждений вот на этом наверное все спасибо что смотрели это бестолковое и сумбурное видео пока смотрели